Наш следующий материал о людях, которые однажды выбрали суровый север. У каждого из героев на это были свои причины. Но ни один из них ни разу не пожалел о том, что остался в Наринмаре. Манящий длинным рублем и новыми профессиональными горизонтами, Крайний Север многие годы притягивал не одно поколение геологов, летчиков, врачей и других специалистов. Кто-то приезжал по распределению, кто-то на пару лет подзаработать. Но многие так и оставались во власти невидимой силы притяжения Заполярья. Светлана Третьякова, например, приехав в Наринмар в 2000 году в поисках новой работы, не ожидала, что задержится в городе на 20 лет. Именно здесь творческая личность нашла почву для самовыражения. С ее легкой руки были организованы многие концерты клуба самодеятельной песни, открытые радиостанции «Русское радио» и «Наше радио в Наринмаре». Ну вот говорят, маленький город, мало возможностей и так далее. На самом деле в Наринмаре я реализовалась с разных сторон, и творческие. Я была предпринимателем, и вот как я говорила, что я занимаюсь внутрикорпоративным пиаром, немножко журналистики, немножко какой-то творческой работы, благотворительности. Поэтому, что называется, не ленитесь. И я считаю, что Наринмар – это хороший, очень хороший трамплин для того, чтобы начинать себя реализовывать. Здесь масса возможностей. Место для профессиональной реализации нашел в Наринмаре и известный экозащитник Сергей Уваров. В округ в первый раз он приехал на летние полевые работы, потом еще раз и в итоге остался. За 13 лет жизни в регионе ему удалось восстановить несколько сотен гектаров природных экосистем после недропользователей. Отец троих детей среди плюсов жизни на севере выделяет основной, по его мнению, количество свободного времени, на общение с родными за счет отсутствия пробок и больших расстояний. А еще у Сергея в почете уникальная природа и душевные люди. Вообще регион на самом деле уникальный по сравнению с тем, что я видел, а я много где бывал в России. Больше всего мне нравятся в нашем регионе это люди, потому что чаще всего о любом регионе судят не только по каким-то внешним качествам, а прежде всего по людям. И вот наш регион малочисленный, но люди в нем дружны, все друг друга знают, все как-то стараются друг другу помочь. И это как бы вносит свои приоритеты. Я думала, ой, хоть бы не Наринмар. Я не знала, что это такое, только слышала песню «Наринмар, мы Наринмар». Мне казалось, что это где-то далеко и холодно, но в принципе так и оказалось. Есть и те, кто приехал сюда не по своей воле. Жены военных во все времена следовали за своими мужьями даже на край света. Так получилось и с известной в городе охотницей за северным сиянием Марии Самыловой. Спустившись с трапа самолета, вместе с дочерью в октябре 2010 года она с трудом пересилила желание тут же вернуться обратно. Больше всего не хватало солнечного света, а еще кинотеатров и торговых центров, родителей и друзей. Холодными вечерами Мария представляла, что ее муж придет с работы и скажет, что его переводят в другой город. Но все изменилось через три года. «Сейчас я не хочу уезжать отсюда. Я хотела бы вообще, вот я планирую свою жизнь будущую здесь провести. Ну, по крайней мере, мне так видится. Мне бы хотелось жить здесь. Здесь очень здорово, здесь очень комфортно. У меня здесь родился сын, коренной наринварец. Я хотела бы здесь, да, потому что этот город очень удобный для жизни. Он очень классный, он маленький, компактный. Здесь прекрасные воспитатели у моих детей, и у моей дочки были, и сейчас у моего сына. Прекрасные учителя, прекрасные педагоги, которые обучают на дополнительном образовании мою дочь. Педиатр восхитительный. Для меня это очень важно». Сведения об уникальных местах нашего края собраны в энциклопедии Ненецкого округа. А еще в последнюю версию издания вошли статьи о выдающихся людях и явлениях. Одно из них – блок Чумотека, который читают в 146 странах мира. Его создательница Ирина Коткина, этакая гайдаевская спортсменка-комсомолка и просто красавица, оказалась в Наринмаре по воле случая. Вместе с маленькой дочерью 30 лет назад она прилетела сюда в поисках лучшей жизни. Кромешная тьма полярной ночи, встретившая путниц, наводила тоску. Приходилось подключать фантазию. «Честно скажу, было страшно. Когда сюда ехала, подруга снабдила меня цветными нитками и сказала, если будет очень тяжело, будешь береты вязать и продавать. Поэтому я представляла себе, как я сижу возле окошка, за окошком тьма, мороз, метель, а я вяжу эти береты. Береты разноцветные, весь город в беретах и уже вроде как не так страшно. Вот для меня эта земля стала второй родиной. И это земля с человеческим лицом, которая согревает, которая дает силы жить и дает энергию, которой я могу делиться с другими». У Севера, несомненно, есть секрет, про который говорят все, кто побывал здесь хотя бы раз. В чем он заключается, никто не знает наверняка, но совершенно точно то, что он меняет людей, нащупывая в их душах драгоценный камень. А суровый климат обтачивает его ветрами и вьюгами, превращая в самоцвет. Север проникает в ДНК человека, становится частью существа. И даже те, кому пришлось однажды покинуть земли в вечной мерзлоты, говорят, что его тепло остается с ними навсегда. Того, кто в Заполярье побывал, наш край себе на реке привязал.